Даже холодная и ветреная погода не испугала ульяновцев. Тысячи жителей вышли на улицы поучаствовать в традиционной легкоатлетической эстафете. Первыми в апреле проходят районные соревнования. В Заволжье эстафету проводят уже в 53-й раз. Неизменно на стадионе «Старт». Начали в этот раз с торжественного парада и награждения отличников ГТО. Каждый район представляет свою индивидуальную эстафетную, эстафетную заобьекту, у каждого своя изюминка. Сегодня мы находимся на территории Заволжского района, на территории нашей спортивной школы. Бегут от мала до велика малыши, школьники, студенты, политики, работники предприятий. Пробежала и команда администрации, чиновники и депутаты Гордумы. А, пожалуй, самым интересным стал забег семей. Первыми побежали папы, затем передали эстафетную палочку мамам, завершали забег дети. Не стыни, не стыни, отлично, молодцы, в полную силу, ворву, 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 ворву. Самой быстрой оказалась многодетная семья Порфильевых. Признаются, это их первая эстафета. На трибунах за них болели остальные дети и друзья. Мы очень рады участвовать в таком спортивном празднике. Нам очень понравилось, особенно, когда прибегаешь первым. Поэтому, может быть, мы даже сделаем это традицией семейной, участие в эстафете. В забеге среди общеобразовательных организаций «Золото» досталось школе номер 63. Среди юношей средних учебных заведений на первом месте оказалась команда Ульяновского авиационного колледжа, а в женском забеге – педагогического. Уже в следующие выходные, 23 апреля, в центре Ульяновска пройдет большая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда», где побегут участники победителей районных забегов. На масштабные спортивные события приглашают всех ульяновцев. Анна Тищенко, Улправда ТВ.